Приветствую вас. И первое, что мне хотелось бы вам сказать, заключающее в том, что вы ни разу нормально с этим человеком не общались. Это вытекает из вашего письма о том, что вы ни разу не общались, то есть вы его не знаете. Из этого следует, что, скорее всего, образ, который вы себе представляете, отличается от того человека, который есть на самом деле. И вследствие того, что вы не имели, как я понял, отношений, вследствие того, что вы нуждаетесь в любви, в мужчине, в ласке, во внимании и в тепле, вы рисуете тот образ, такой портрет человека, который вы можете не оказаться в реальной жизни. И здесь я приглашусь со своей коллегой Лидией, которая считает, что у вас может быть жесткое зачарование и впоследствии достаточно серьезно тяжелая депрессия. Чтобы этого и избежать, мне кажется, правильным и целесообразным будет для начала с человеком молодость связь. Поговорить с ним, выяснить, тот ли он, кем вы его представляете, или другой. А что, если у него уже есть девушка, что, если у него уже есть семья, да, что тогда? Вы признаетесь в своих чувствах и окажетесь преданной, раздавленной, униченой и так далее. Думаю, что вряд ли это вам подходит. Говоря о том, нормально ли это, можно сказать, что да, испытывающество к человеку нормально. Но поскольку у вас это выражается прямо в болезни, как вы говорите, то это свидетельствует о назичении любовной зависимости. Причем о любовной зависимости к тому, кого вы даже практически не знаете. И любовная зависимость, как и любая зависимость в целом, опасенуется нашими потребностями. Подумайте, почему вы вот в течение двух лет думали только о нем? Подумайте, почему за это время, несмотря на то, что вы не общались, вы не смогли построить новых отношений, других отношений? Почему? Что вас удерживало? Да, незавершенность – это, конечно же. Ну, и еще что-то. Что этот мужчина вам такого давал? Вот вы пишете, что, значит, вы поверхность пофлиставали, переписывались в интернете и так далее. То есть была некая легкость общения, непринужденность, может быть, даже спонтанно, свобода. И вот, думаю, о церкви этим мужчина вас привлек. Свободой, легкостью, непринужденностью, может быть, своей. И, возможно, еще чем-то, о чем вы здесь не упоминаете. Тем не менее, ваше подредности, которые вы связываете с мужчиной, которые обусловили то, что вы не смогли за два года построить других отношений, но и дается выявление в грамотном удовлетворении для того, чтобы не впасть от этих человеков в дальнейшую зависимость. То есть, как получится у вас, вы ему признаетесь в любви, он скажет, ну, я тоже испытываю тебе это дать. Это если он порядочный человек. А если нет, он будет вами пользоваться, он будет вас использовать, он будет стремиться, взяв с помощью вас, удовлетворить какие-то свои отредности, при этом игнорируя ваше желание. То есть, вы, с вами признание, можете обречь себя на страдания еще больше, чем те, что у вас имеются сейчас. И для этого, для того, чтобы этого не случилось, нужно вступать в отношения максимально независимой, максимально обеспеченной всеми потребностями, которые у вас есть, чтобы вам хотелось просто быть рядом с человеком, чтобы вам хотелось просто делать его счастливым. И здесь, здесь мы подходим к очень важному моменту. Вы хотите ему признаться, хотите ему написать, хотите выразить свои чувства. И это ваше личное желание. Вы не думаете о человеке как о таковом. Вам хочется любви. Вам хочется любить. И он для вас образ этой самой любви. Он для вас объект этой самой любви. Но только потому, что это нужно вам. Решу предположить, что у вас были какие-то неудачные отношения. Решу предположить, что эти отношения не завершились хорошо. Решу предположить, что вы тяготитесь тем, что вы одна и отчаянно хотите с кем-то встречаться, хотите, может быть, даже семью, может быть, даже детей. Таким образом, получается, что когда вы хотите признаться молодому человеку в любви, вы думаете о себе, но не о нем. Если бы ваше чувство было искренне направлено на него, то вам бы хотелось просто быть с ним рядом. Необязательно признаваться, потому что признание имеет смысл тогда, когда вы видите хотя бы явную симпатию в себе, а здесь об этом говорить не приходится. Так вот, при истинной любви человеку достаточно просто знать, что объект его любви счастлив, что с ним все хорошо, и если есть возможность сделать этого человека счастливым. И все. Но то, что вы именно хотите ему написать, хотите проявить свои чувства, говорит о том, что вам чего-то не хватает. Вы не реализуете то, что вам нужно. Что это? Вы можете сказать, это потребность в мужчине, потребность в семье. На это я вам отвечу так, что нельзя, точнее, очень опасно, опасно, шревато хотеть семью в абстрактном смысле этого слова. Так не как выехать. Сейчас стремитесь к мужчине в абстрактном смысле этого слова. Не имея бы собой реального человека. Семья это следствие отношений. Это следствие отношений с человеком. Человека не стоит воспринимать и нельзя воспринимать как образ, который вы сами себе нарисовали. Человек это реально? существующая индивидуальность. И вопрос в том, готовы ли вы принять его таким, как он есть, или нет. И поэтому семья и отношения, любовь это то, что люди создаются в процессе своего взаимодействия. если у кого-то из них есть заведомо построенный образ этого, то волей-неволей человек будет стараться к этому образу привести имеющиеся отношения и партнеров. То есть подчинить своим видениям, подчинить определенной программе, а это уже неестественно. Это уже эгоистичное, эгосентрическое восприятие, что не является конструктивным. Поэтому прежде чем признаваться ему в любви, я рекомендую вам проработать свои потребности, свои желания, подумать, как их удовлетворить, чтобы уступить в отношения максимально независимой. Далее начать общаться с человеком, чтобы понять для себя готовили вы принять его реального или нет. И уже после этого при наличии многоприятных условий, таких как его симпатия, его желание с вами общаться, его свободное личное положение и так далее, уже тогда признаться ему в любви. То есть с этим лучше не спешить, дабы не чувствовать себя брошенной, подгинутой, преданной, уничтоженной и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры создавал DimaTorzok